Такая задача – выгрузить сайт fl.ru, а fl – это сокращение от фрилансеров. Информация о конкурсах для фрилансеров и о реакции фрилансеров на эти конкурсы, чтобы впоследствии выяснить детерминат популярности или непопулярности конкурсов. Сайт fl.ru, раздел конкурса. Список конкурсов, причем это только первая страница. После первой страницы идет вторая, если перейти на вторую, дальше третья, дальше четвертая. Как можно видеть, конкурсы различаются, например, по числу участников в этом конкурсе. 39 участников, 17, 26, 3 участника – непопулярный конкурс. Собственно, число участников и будет выступать целевой переменной в одном из следующих видео. А в этом видео я начну погружать информацию о конкурсах. В списке конкурсов информация представлена в кратком виде. Название, бюджет, описание, причем неполное. Когда завершится, сколько просмотров, причем число просмотров непоказательное переменной, потому что здесь ограничение 300 просмотрами, и все конкурсы практически набирают 300 просмотров, поэтому эту характеристику я выгружать не буду. И число участников. Название каждого конкурса кликабельно на странице самого конкурса. Информация представлена в развернутом виде. Заказчик конкурса. Когда конкурс запущен, опять же, некоторая информация о заказчике. Полное описание. Раздел, в котором проходит конкурс. Опять же, число участников. А также здесь есть такие дополнительные характеристики. Число кандидатов и число забаненных. Также завершение приема работ на конкурс. Моя гипотеза состоит в том, что характеристики, которые видны на странице со списком конкурсов, в том числе, закреплен ли конкурс, выделен ли цветом и имеет ли пометку «срочно», влияет на число участников. Разумеется, и подробная информация гипотетически влияет. И, наконец, влияет информация о заказчике конкурса. Перехожу на страницу заказчика этого конкурса. И сверху расположены разные характеристики, которые можно отнести к характеристикам репутации заказчика, которые гипотетически тоже влияют на решение фрилансеров участвовать в конкурсе или не участвовать. Вот все эти характеристики и предстоит собрать. То, что я сейчас озвучил, кратко суммировано на этом листе. Архитектура репутсточника, то есть сайта, включает три части. Три раздела сайта. Первый раздел – это список конкурсов, на котором видны промо-характеристики конкурсов. Закреп, цвет и указания на срочный. Второй раздел – это страницы самих конкурсов, с которых предстоит выгрузить большую часть информации о конкурсах. И, наконец, страница заказчика каждого из конкурсов, с которой предстоит выгрузить репутационные характеристики. Это архитектура веб-источника, архитектура скриптов. Последний по номеру, но не по важности, скрипт номер 4, соберет в себя коды из скриптов 1, 2 и 3. Именно четвертый скрипт в итоге и даст итоговый результат, а именно таблицу в формате экселевского файла, содержащую все эти характеристики. Можно было бы сделать не одну таблицу, а три реляционных таблицы. Отдельно с промо-характеристиками, отдельно с характеристиками конкурсов в деталях и отдельно с характеристиками заказчиков конкурсов. И эти три реляционные таблицы могли бы быть связаны ключом, например, URL-адресом конкурса, но если сделать одну таблицу, она не выглядит слишком громоздкой, а если сделать три реляционные таблицы, то это усложнит манипуляции с этими таблицами, как выглядит итоговая таблица. Вот так она выглядит. Индексом этой таблицы выступают как раз URL-адреса конкурсов. Три характеристики, относящиеся к промо-конкурсов, полученные со страниц со списками конкурсов, много характеристик содержания конкурсов и правее еще раздел с репутационными характеристиками заказчиков конкурсов. Какая таблица, ее можно регулярно обновлять, учитывая, что какие-то конкурсы появляются, какие-то завершаются. На данный момент у меня более 100 конкурсов в этой таблице. Если кто-то надеялся именно в текущем видео познакомиться со скриптом для получения этой таблицы, то разочарую. В этом видео я рассматриваю только первый скрипт, позволяющий собрать только эти характеристики. Но зато рассматриваю максимально детально. Следующий скрипт посвящен остальным характеристикам содержания конкурса. В этом втором скрипте уже менее детально произвожу разбор. И еще более лаконичный скрипт 3 для репутационных характеристик. И скрипт 4, который, во-первых, собирает все URL-адреса, и, во-вторых, все промо-характеристики собирает. И, наконец, в-третьих, объединяет в себе код из первого, второго и третьего скриптов, чтобы применить этот код ко всем URL-адресам. Таким образом, в выгрузке данных о конкурсах на сайте fl.ru я посвящаю несколько видео. Именно текущее видео является углубленной иллюстрацией примера, рассмотренного в статье «Автоматическое изучение текстовых и числовых век данных» для целей социальных наук. И вот здесь моя фамилия. В статье рассмотрены аккаунты фрилансеров и, собственно, выгрузка данных из этих аккаунтов. Это не запрещено ни юридически, ни этически. Почему этически не запрещено? Потому что, если посмотреть на веб-страницу с доменным именем fl.ru и дописать URL-адрес таким образом, robots.txt, то здесь отсутствует запрет на автоматизированную выгрузку данных из профилей фрилансеров. Тем не менее, в самой статье в качестве иллюстрации взяты аккаунты несуществующих фрилансеров. А в текущем видео я и вовсе рассматриваю не фрилансеров, то есть не этот раздел сайта, а раздел конкурса. Думаю, очевидно, что выгружать информацию о конкурсах вручную очень затратно по времени и сопряжено с возможными ошибками. Поэтому, вслед за статьей, я применяю язык программирования Python и конкретнее пакет requests для выгрузки данных о конкурсах. Файл с кодом для выгрузки. Другими словами, скрипт я рассматриваю очень детально. Имею основания надеяться, что он будет понятен даже людям без опыта программирования. Тем не менее, рекомендую перед освоением материала из текущего видео ознакомиться с содержанием упомянутой статьи. Ссылка на нее в описании к видео. И с еще одним моим учебным видео. Ссылка на него также в описании к видео. Или можно найти его по такому запросу. Вот оно. Перехожу непосредственно к выгрузке данных о конкурсах. В первом чанке скрипта я собрал все используемые в скрипте пакеты, а именно bs4, pandas, re, 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 s. Соответствующие им функции и атрибуты, а также встроенные по этому функции. Этот чанк не содержит в себе код. Я изменил тип этого чанка на markdown, чтобы при исполнении скрипта этот чанк не исполнялся. Следующий чанк – это тоже markdown. Первый раздел моего скрипта – запросить данные. Первый чанк с кодом. Я его закомментил. Закомменчивание – это выставление решетки перед строчкой, чтобы код не исполнялся. Мне не нужно, чтобы этот чанк исполнялся, потому что у меня на компьютере уже установлены и пакет bs4, и пакет requests. Если бы они не были установлены на моем компьютере, я раскомментил бы и запустил эти две строчки. Пакет, предназначенный для обращения к веб-источнику по известному URL-адресу и выгрузки из этого источника. Его содержимого – это пакет requests. Хотя есть и аналоги, но это один из самых популярных. Команда import как бы активирует пакет, уже установленный на компьютере, для работы в конкретном скрипте. Запускаю этот чанк. Создаю новый объект URL-проект без гласных букв и записываю в него текст, соответствующий URL-адресу одного из проектов. Как вы видите, я начинаю писать скрипт для выгрузки данных с сайта fl.ru с адреса произвольно взятого проекта или другими словами конкурса. В данном случае это синоним. Рассмотрим альтернативные подходы. На сайте fl.ru три интересующих меня раздела. Каждый из них имеет свой URL-адрес. В своем скрипте я подаю URL-адрес конкретного конкурса. Почему не URL-адрес страницы со списком конкурсов? И почему не URL-адрес страницы заказчика конкурса? Заказчикам просто. На его страницу я попадаю либо со страницы со списком конкурсов, либо со страницы отдельного конкурса. Получается, что первично страница со списком конкурсов. Почему же я начал не с URL-адреса этой страницы? Дело в том, что заранее обычно неизвестно, в полной мере подойдет планируемый инструментарий выгрузки данных для решения имеющейся задачи. Основная и наиболее разнообразная информация о конкурсе и реакции фрилансеров на него содержится именно на странице каждого конкурса. Поэтому я предпочитаю сначала убедиться, что я смогу использовать реквест, чтобы выгрузить всю требуемую информацию во всем ее разнообразии со страницы произвольно взятого конкурса. И только убедившись в этом, я соберу список URL-адресов со страницей со списком конкурсов и проверю, действительно ли код, написанный для одной страницы, будет корректно отрабатывать и для остальных страниц конкурсов. После того, как записал URL-адрес в объект URL-проджект, подаю объект URL-проджект в метод get пакета requests. Каждый пакет, он потому и пакет, что включает в себя набор функций или другими словами методов. Функция, специфичная для пакета, называется методом функция get как раз и призвана произвести обращение моего компьютера по интересующему URL-адресу с целью выгрузить располагаемые по этому адресу данные. Запускаю. Респонс 403 – это плохой респонс. Единственный хороший респонс – это респонс 200. Другими словами, цель не достигнута при таком респонсе. Дело в том, что алгоритмы сайта fl.ru распознали автоматизированный запрос. Попробую замаскировать этот запрос под запрос обычного пользователя. Для чего? Сопровожу запрос дополнительным аргументом. Аргумент я назову request params, опять же произвольное название. И в него я запишу содержимое cookie и user agent, который мой браузер передает на сайт fl.ru при выполнении запроса не автоматизированного, а выполняемого мною как пользователя. Как узнать, что сюда вписать? Перехожу на сайт, кликаю правой кнопкой мыши в любом месте, выбираю inspect. Я работаю в хроме, поэтому окно в инспекторе открывается справа. Это html-код страницы, но меня интересует пока что не этот код, а cookie user agent. Я нажимаю в любом кликабельном месте страницы, после чего в инспекторе нажимаю network. Вот здесь отображается список процессов, которые произошли после нажатия мною на кликабельное место. На любой из этих процессов кликаю и справа по вкладке headers нахожу request.url. Он мне не нужен, хотя если бы в нем внутри я обнаружил бы json, это было бы здорово, но нет. Скроллю вниз до request headers. И здесь нахожу cookie. И ниже нахожу user agent. Их cookie и user agent надо скопировать и вставить в скрипт. Причем как вставить? Как словарь в Пайтоне объекты бывают не только текстом, как здесь, но и словарями. Текст – это просто нечто в кавычках, причем можно одинарных, можно двойных. Словарь – это нечто в фигурных скобках и с двоеточием посередине. В моем случае внутри словаря находится текст. Cookie подается как текст, двоеточие, и снова как текст подается содержимое cookie, скопированное из веб-инспектора. Вот где-то справа. Заканчивается текст, закрывающий кавычкой, запятая, потому что это словарь с двумя элементами. Первый – это cookie, его значение. Второй элемент – это user agent. Опять же двоеточие и опять же текст. Вот здесь двойные кавычки, например. Разницы нет. Здесь двойные кавычки закрылись, и закрылась фигурная скобка. Здесь вы видите отступ. Этот отступ опционален. Можно и так записать. Но мне кажется, что визуально лучше вот так, чтобы понимать, что эти две строчки относятся к одной команде или на языке программистов к одному предложению. Я записываю или более строго присваиваю этому объекту это содержимое, после чего снова обращаюсь к пакету requests, использую его метод get. И теперь здесь два аргумента. Первый остался тем же самым. Это адрес страницы конкурса. Второй аргумент – это headers. И в него я помещаю requests params, которые я здесь и создал. Теперь response 200. Очень хорошо. Но где же содержимое, переданных на мой компьютер с сайта fl.ru данных? Сейчас оно скрыто. Чтобы его визуализировать, используется атрибут text. Атрибут выглядит как метод, точка, название, но без круглоскобочек. У атрибута не бывает аргументов. Это так, к слову, вот это метод, вот это атрибут. Атрибут text нужен, чтобы показать класс объекта. Объект requests – это нечто, хранящееся в оперативной памяти, и там хранятся и данные, переданные с сайта fl.ru, но не отображаются. Когда я использую атрибут text, он, атрибут, выводит данные эксплицитно. Вот здесь в идеале содержится весь код страницы конкурса. Пока что это просто текст, не структурированный ни как html-код, ни тем более как таблица с интересующими меня характеристиками. Пока что весь объект класса requests, вот это все, причем не только этот текст, но и то, что за ним стоит. Объект класса requests как бы многомерен. Он может выглядеть как response 200, может выглядеть как текст, может выглядеть еще много как что, в зависимости от того, какой атрибут здесь использовать. Запишу этот объект класса requests в новый объект response, и уже к нему применим атрибут текст. Разницы пока что не будет никакой. Тот же самый текст. Теперь этот текст следует первично структурировать, структурировать его как html-код, чтобы затем, опираясь на структуру html-кода, получить интересующие меня характеристики и оформить их в таблицу. За структурирование текста в html-код отвечает пакет bs4, а конкретнее класс внутри этого пакета, который называется beautifulsup. Активирую и применяю класс beautifulsup к тексту из объекта response. Теперь текст. Это уже не текст, а структурированный html-код, состоящий из тегов, теги. У некоторых тегов, точнее у большинства, есть атрибуты. Это атрибуты, это атрибут. Все, что идет со знаком равно на конце, это атрибут. И содержимое атрибута. Все, что идет после знака равно в кавычках до пробела, это еще один атрибут. И его содержимое. Опираясь на теги, атрибуты и их содержимое, я смогу вытащить из этого html-кода интересующие меня характеристики. Первая характеристика – название конкурса. В html-коде оно видно название. Но суть автоматизированной выгрузки не в том, чтобы программист глазами искал название и вручную заносил его в таблицу. А в том, чтобы написанный скрипт находил название на любой странице конкурса. Чтобы это было именно название, а не, например, бюджет или категория конкурса или что-то еще. Должно быть именно название. При первом знакомстве с html-кодом конкретной страницы удобнее смотреть не в отображаемый в скрипте html-код, а непосредственно в веб-инспекторе. Вот название. Хочу посмотреть его в веб-инспекторе. Правой кнопкой мыши я кликнул на название, inspect и вуаля. Tag span, атрибут ID, содержимое progename, бла-бла-бла. Казалось бы, я могу использовать именно этот tag с таким атрибутом, чтобы достать название. Действительно, для этой конкретной страницы такой код сработает. Но здесь вы видите, содержимое атрибута привязано к номеру проекта. Поэтому либо на любой другой странице конкурса придется заменять содержимое атрибута, либо привязываться не к этому тегу, а к какому-то другому. Я нашел такой тег, это h1 с атрибутами класса, содержимым bPageTitle. Посмотрите, какой маленький фрагмент HTML-кода по сравнению с тем огромным HTML-кодом, который представлен здесь. И вы видите, что тег span находится внутри области, ограниченной тегом h1. То есть я взял тег более верхнего в иерархии уровня. Такой фрагмент будет появляться при выгрузке с любой страницы конкурса. Я использую метод findAll, относящийся к пакету bs4. Как вы видите, здесь первый аргумент этого метода, как раз тег, после запятой идет второй аргумент атрибуты. Аргумент атрибуты содержит словарь. Но это чистое совпадение, что и метод get принимает на вход в качестве первого аргумента некоторый текст внутри url-project-text. А второй аргумент headers принимает на вход словарь, потому что внутри request-forams словарь. И здесь тоже текст и словарь. Это совпадение. Этот findAll, его краткую характеристику вы можете найти сверху. Нацелен на то, чтобы во всем html-коде страницы найти интересующие теги. В данном случае тег reach1 с таким-то атрибутом класса, и таким-то содержимым атрибута bPageTitle. Причем он находит все случаи встречаемости этого тега. В моем случае он нашел один случай встречаемости. Если бы их было несколько, они шли бы через запятую. Результат работы метода findAll – это список. Как я узнал, что это список? Квадратные скобки, открывающие и закрывающие. Внутри еще могут быть запятые, которые разделяют элементы списка. Даже как запятые разделяют элементы словаря. Здесь могут быть теоретически. Еще один элемент в словаре, не только класс, но еще какой-то другой атрибут. Они были бы разделены запятой. Так же как в request.params.cookie. UserAgent разделены запятой. Чтобы дальше работать с этим фрагментом HTML-кода, следует вытащить его из списка. Для этого следует проиндексировать список. Индексация – это важнейший процесс программирования. Суть его в том, чтобы извлечь некоторый интересующий элемент из некоторой совокупности таких элементов. В Python индексирование, как правило, выглядит как квадратные скобки с некоторым числом внутри. И в Python нумерация начинается с нуля. То есть первый элемент в быту в Python нумеруется как нулевой элемент. Хотя в моем списке всего лишь один объект все равно следует индексировать, чтобы достать из списка этот элемент. Индексирую. Как вы видите, все то же самое, только квадратных скобок нет. Потому что это уже не список. Это просто HTML-код. Это еще не текст. Чтобы достать из этого фрагмента HTML-кода именно текст, и сделать это, конечно, не вручную, следует применить еще один метод пакета B4 – это getText. Теперь это уже текст. И у него на концах вспомогательные символы, соответствующие знаку абзаца. От них хорошо бы избавиться. Метод Strip как раз способен решить эту задачу. Причем метод Strip – это уже не метод пакета B4. Как это понять? Смотрите, вот здесь, или что то же самое, вот здесь. Это был еще HTML-код. HTML-код – это объект из пакета B4. И метод getText, он работает только потому, что он применяется к объекту из пакета B4. Сколько это метод из пакета B4? Они совместимы, поэтому применяются. После применения getText я получил текст. Это уже не объект из пакета B4. Это просто текст. Типичный для среды Python. Поэтому к тексту применяется стандартный встроенный пайтоновский метод Strip. Он встроенный в Python. Его можно применять к любому тексту. Обратите, пожалуйста, внимание, что я оставил подписи вспомогательный чанк, вспомогательный чанк, в итоговый чанк. Этим я как бы намекаю, что вот эти чанки не нужны для итогового скрипта. Если бы я просто писал скрипт, а не ради учебных целей, то я сразу записал бы такую команду. И посмотрите на итоговый скрипт, избавленный от вспомогательных чанков. Прокручиваю вниз, вниз, сам внизу. Я его собрал. Итоговый скрипт. Вот в этом чанке всего примерно 20 строчек кода, эквивалентно с точки зрения решаемой задачи. Вот всем вот этим чанкам, посмотрите, как много здесь чанков. Вот досюда. Раза в два или в три меньше итоговый скрипт, потому что много вспомогательных чанков. Вспомогательные чанки нужны только для того, чтобы вы видели, что происходит на каждом этапе добавления какого-то нового метода или на каждом этапе индексирования. Если говорить о принципах выгрузки данных из веб-источника по известной URL-ссылке, то на этом текущие видео можно бы и закончить. Потому что дальше ничего принципиально нового относительно выгрузки не будет. Будут, во-первых, различные нюансы выгрузки. То есть нюансы использования уже обозначены здесь. Методов find all, get text, индексирования. И еще нескольких методов, принадлежащих пакету BS4. И нескольких методов пайдоновских стандартных для работы с текстом. И завершаю видео организацией выгруженных характеристик в таблицу. Поэтому, если вы заинтересованы в этих нюансах и в организации данных в таблицу, то милости прошу. А пока что давайте подведем промежуточный итог. За прошедшие 15 минут вы встретили в моем скрипте несколько классов или, что синоним, типов данных. Текст, словарь и список. Это стандартные пайдоновские классы данных, наиболее типичные в употреблении. Каждый из этих классов данных предполагает использование своих функций или, что синоним, методов. Каждая функция заканчивается круглыми скобками, в которых могут помещаться обязательные или необязательные аргументы. Также вы видели специфические классы объектов, а именно класс объектов, относящихся к пакету requests, и класс, относящийся к объекту BS4, а именно HTML-код. И пакет requests со своими объектами, и пакет BS4 со своими объектами предполагают применение к этим объектам сугубо специфических функций или методов, у которых тоже есть круглые скобки, в которых могут размещаться обязательные или опциональные аргументы. Также вы могли видеть, что одинарное равно используется сугубо как символ присвоения. То есть вот этот объект, созданный мною, присваивает вот это содержимое посредством знака равно. То же самое здесь. Этот объект, созданный мною, присваивает вот это содержимое. Одинарный знак равно — это сугубо присвоение. То же самое и внутри круглых скобок каждой функции. Когда в явном виде прописывается значение аргумента, в данном случае headers, прописывается оно через присвоение знаком равно. Headers принимает значение, содержащееся в request парамс. А вот этот аргумент прописан в не вполне явном виде. Здесь нет знака равно, потому что это обязательный аргумент, и он всегда стоит на первом месте в этой функции. И там, внутри него, обязательно должна быть URL-ссылка, иначе работать не будет. Если у вас нет большого опыта в автоматизированной выгрузке данных из веб-источников, вы можете подумать, что пакеты BS4 и request, они очень разветвленные, и их надо долго изучать, чтобы использовать. Это правда только отчасти. Они действительно разветвленные, но 90% задач автоматизированной выгрузки решается именно этими методами, которые здесь перечислены. Других не надо, почти не надо. И процедуры выгрузки и структурирования имеют именно обозначенный в этом скрипте характер. Большой HTML-код фрагментируется, получаются обозримые фрагменты, которые индексируются и из которых извлекаются нужные характеристики. Перехожу к блоку заказчик конкурса и дата регистрации конкурса. Это блок, потому что в одном фрагменте HTML-кода сразу две характеристики. Я, кстати, не запустил этот чанк, это не принципиально, но вот, пожалуйста, видите, ушли символы с концов. Здесь я использую tag.div с атрибутом класс, содержащим contest.i. Здесь и информация о заказчике, и информация о дате регистрации конкурса, также о внесении изменений, но это не принципиально, мне кажется. Опять список, квадратные скобки. Индексирую, достаю текст. Технические символы убираю при помощи метода strip, вот здесь. А дальше результат записываю в новый объект nameDate при помощи присвоения посредством знака равенства. И вывожу содержимое nameDate. В Python, если объект записан в конце чанка, он выводится автоматически, не обязательно использовать какую-то специальную команду типа print. Как бы отсюда достать интересующие характеристики? Здесь и технические символы остались, и множественные пробелы остались, и не требующаяся информация тоже имеется. Проще всего решается эта задача при помощи довольно сложного пакета regular expression. Здесь я только покажу, как она решается. Понять принципы работы regular expressions непросто, а очень даже сложно. Смотрите, пожалуйста, разделяется весь этот текст на 4 части, объединенные в список через запятые. Можно брать любую через индексирование, легко и непринужденно. Но regular expressions сложны, поэтому применяю более распространенные методы, требующие меньше навыков для их использования. Метод replace, метод применяемый к текстам, заменяет что-то на что-то. В данном случае двойной пробел на одинарный. Это разовая замена. Мне надо все двойные пробелы убрать. Для этого я использую цикл. Цикл while. Цикл, работающий, пока выполняются некоторые условия. Вот оно, условие. Пока двойной пробел встречается в объекте nameDate, будут выполняться итерации вот с этим содержимым, которое аналогично вот этому содержимому. Только благодаря итерациям это будет не разовая замена, а многоразовая замена. Убрал все двойные пробелы. Теперь еще один метод для работы с текстами. Split. Он расщепляет по некоторому условию. В данном случае вот это условие. Закрывающие квадратные скобки и пробел. Расщепляет он текст. В результате получается список. Тоже четыре элемента, хотя не такие красивые, как в результате применения regular expressions. Дальше я индексирую результаты сплита. Забираю нулевой элемент. После чего произвожу замену. Убираю открывающую квадратную скобку. Хорошо. Теперь дату получаю. Индексирую тот же самый результат сплита, только беру теперь первый элемент, а не нулевой. Его еще раз расщепляю. Получаю снова список, в котором раз, два, три, четыре. Четыре элемента. Это совпадение, что их сегодня четыре. Это совпадение. Индексирую. Забираю первый элемент, а именно вот этот. Осталось убрать открывающую квадратную скобку, уже использованным методом replace. Пожалуйста, датам. Бюджет. Метод findAll. Уже использовавшийся тег div, но с другими атрибутами. Здесь был div с атрибутом class, а здесь div с атрибутом id. Как я все это нахожу? Либо просматривая исходный большой фрагмент, кстати, его можно сделать большим, нажав на эту область. Он растянется на всю длину. Можно еще раз нажать, и он снова сократится. Можно два раза нажать, и он вообще свернется. Так, либо просматривая, только не здесь, а там, где HTML-код. То есть вот здесь. Завернуть и здесь искать подходящие теги, которые расположены вокруг нужной характеристики. Или еще удобнее снова зайти на сайт и двигать. Либо здесь справа, видите, я справа двигаю, а слева выделяются области, к которым относится тот или иной тег. Или же просить инспект конкретный объект, и он здесь отображается. Таким образом, я ищу требуемые теги. Но возвращаюсь к бюджету. Итак, вот область, в которой находится бюджет 30 тысяч рублей. Индексирую результат работы FindAll. FindAll всегда требует индексирования. Студенты очень часто ошибаются, забывают индексировать. Теперь смотрите метод Find. Метод Find – это как FindAll, только он ищет первый случай встречаемости исконного тега. В данном случае я внутри этой области ищу TextSpan. Если я его и так глазами вижу, но мне надо, чтобы Python видел. Нашел. Вот 30 тысяч. Дальше забираю текст. Видите, текст, опять же, с техническими символами, которые обозначают неразрывный пробел. Slash xa0. И здесь slash xa0. Надо убрать известным уже методом. Но сначала я записываю в отдельный объект Budget вот эту команду. Вот эту команду, тут еще Strip добавил, записываю, присваиваю в объект Budget, чтобы было короче. Применяю метод Split. Внутри баджета находится текст. К тексту можно применить Split. Можно было бы применить и Replace. Другой путь, тоже подходящий. Смотрите, как я решаю задачу при помощи Splita. Так, записываю. Split. Split, список из трех элементов. Мне нужны только первые два. Сначала нулевой, 30 и первый, три ноля. Надо будет объединить. Текст можно складывать или более корректно конкатинировать при помощи плюса. Вот получились 30 тысяч. Но на страницах разных конкурсов можно встретить разные бюджеты. Если какой-то конкурс имеет бюджет миллион рублей, то у него будет в этой записи служебный неразрывный пробел будет встречаться в три раза. Еще тут рубль будет. Три раза. Поэтому вот эта последовательность применима только к конкретной странице конкурса. К другим может быть неприменима. Если тысяча вместо десяти тысяч. А нет, не тысяча, а сто скорее. Тогда здесь не будет. Или миллион. Поэтому вот такой цикл for. Цикл for работает не по условиям, а в некотором диапазоне. Диапазон задается командой range. Внутри команды range я указываю диапазон. LEN – это команда, которая показывает длину объекта или количество элементов в объекте. Когда я делаю сплит объекту budget, вот здесь, например, для данной конкретной страницы я получил три элемента. Если бы бюджет был миллион рублей, я получил бы четыре элемента. Вот, собственно, это число и получается в результате применения команды LEN. Но мне нужно не четыре элемента отобрать, а три. Поэтому я вычитаю единицу. Или в моем случае нужно не три элемента отобрать, а два. Нулевой и первый. В этом случае надо вычесть единицу. И идут итерации. Что в этих итерациях происходит? Вот новый объект, который изноходно пустой и текстовый. В нем будет текст, но он пока пустой. Видите, кавычки, в которых ничего нет. Дальше на каждой итерации что происходит? В этот объект к нему добавляется результат вот этой операции. J — это итератор. Он меняется еще раз в диапазоне от нуля до, в данном конкретном случае, до двух. Потому что в результате budget, speed, бла-бла-бла, получается список из трех элементов. LEN от вот этого аргумента получается равно 3. 3 минус 1, 2. J таким образом пройдет путь от нуля, потому что в Python отчет начинается с нуля, если не указано другое. Это отдельная небольшая тема. От нуля до двух, причем 2 не включается, правая граница не включается. Таким образом, J примет значение 0 и 1. Когда J 0, здесь появится 30 вместо вот этой команды. Когда J равен 1, здесь появится 3 0 вместо этой команды. Таким образом, сначала budget нам до цикла представляет из себя пустой текст. После первой итерации сюда добавится 30, после второй итерации еще добавится 3 0. Давайте посмотрим. Действительно. А если был бы миллион? Давайте посмотрим, как бы это выглядело. Я добавлю чан и запишу в него. Значит, равняется вот это же. Вот редактирую. Будет миллион с неразрывными пробелами. Вот так. 1, дальше пробел, 3 0, пробел, 3 0, руб. Давайте посмотрим, как будет это работать. Вот видите, работает только J теперь примет значение, итоговое, равное 2 0, 1, 2. Три элемента. Из них получилось число миллион. Но это пока еще не число, это текст пока еще. Кавычки, значит, это еще текст, это не число. Поэтому не понимаешь, что это число. Прежде чем перейти к оформлению данных, два важных замечания. Во-первых, в циклах очень важны отступы. Вот этот отступ равный 4 пробелам или одной кнопке tab. Tab и в цикле while отступ такой же. Они очень важны. Они возникают автоматически после выставления двоеточия в конце заголовка цикла. Вот выставлен двоеточие, нажимая Enter, и сразу курсор оказывается с отступом слева. Дело в том, что эти подступы показывают компьютеру, что эта команда находится в теле цикла. А вот эта команда уже находится за пределами тела цикла. То, что внутри тела цикла будет итерироваться, повторяться. То, что вне тела цикла, итерироваться не будет. И второе замечание касательно применения пакета Regular Expressions с точки зрения компьютерных наук. Это оптимальный код. В компьютерных науках действует имплицитное предположение, что программист обладает неограниченными возможностями для развития своих компетенций. Благодаря чему может писать код наиболее короткий, лаконичный и исполняющийся в минимальное время. В цифровых и вычислительных социальных науках в центре внимания не программистские компетенции. Программистские компетенции — это лишь один из инструментов для сбора данных и для их анализа. Поэтому представители социальных наук не обязаны стремиться бесконечно совершенствовать свои программистские навыки. Поэтому стратегия освоения программистских навыков здесь может быть иной. А именно освоить простейшие инструменты программирования, которые при этом покрывают довольно разнообразные решаемые задачи. В этом смысле Regular Expressions — это специфический инструмент. Метод Replace, Cycle и метод Split — это гораздо более универсальные инструменты с точки зрения разнообразия решаемых задач и с точки зрения простоты освоения. Для оформления данных активирую пакет Pandas. Как вы могли уже заметить в моем скрипте, чтобы использовать какой-то объект, его надо сначала создать. Чтобы таблицу использовать в смысле наполнения ее содержимым, ее надо создать. Вот здесь я создаю таблицу. Она пока что пустая, выглядит как горизонтальный отрезок. Но здесь я ее создал пока что виртуально, она никуда не записана. А вот здесь я ее записываю в объект Dev, присваиваю. Объекту Dev содержимая пустая таблица. Теперь из чанка под номером 234, он сверху, я беру название конкурса и записываю его в таблицу. А именно в строку, которая будет поименована посредством URL-адреса страницы этого конкурса и в столбец, который будет называться название конкурса. Поименовать из строку и столбец можно по-другому. Но мне кажется, это логичные наименования. Была пустая таблица, теперь в таблице есть одна строка и один столбец. Теперь я беру из чанка 249 содержимое и записываю в ту же строку следующий столбец, который называю заказчик конкурса. Как происходит эта запись? Вы, наверное, уже заметили закономерность. Перед знаком присвоения располагается имя таблицы DataFrame DF и вот такая команда. В этой команде задействован атрибут LOC от слова LOCATE. Квадратные скобки, потому что происходит индексирование наименования строки и наименования столбца через запятуду. Можно с пробелом, можно без пробелов. Вообще тема пробелов отдельная тема. Как правило, можно пропускать пробелы. Хотя существуют стандарты написания кода, в том числе рекомендирующие и использование пробелов. Но Python поймет, если я сделаю и так. Но и красивее, и стандарты предполагают, что здесь пробелы. А вот после атрибута внутри круглых скобок, то есть когда речь идет об аргументах функции, насколько я помню, пробел не предполагается стандартом между аргументом функции и значением функции. Но это не принципиально. Можно добавить пробелы и будет работать. Из чанка 2.4.13 беру код, чтобы ставить дату регистрации. Из чанка 2.5.9 беру код, чтобы ставить величину бюджета. Причем бюджет, я упоминал, сверху чанки 2.5.9 является текстом. Там в кавычках стоит 30 тысяч. Чтобы сменить класс этого объекта на целое число, используем встроенную пайтоновскую команду int от слова integer. И аргументом этой функции выступает как раз текст 30 тысяч. Здесь был текст. После применения функции int этот текст превратится в число. Причем здесь, как вы видите, стоит точка, а в пайтоне на американский манер не запятые, а точки отделяют целую часть от дробной части. Так вот, почему-то я не вдавался. Даже когда использую целое число, стоит точка, а после нее стоит ноль. На это все равно целое число. Причем, насколько я помню, функция int, если подать в нее дробное число, округляет в меньшую сторону. А есть отдельная функция round, которая позволяет регулировать, как округлить, например, сколько знаков после запятой. Точнее, после точки на американский манер. И, наконец, последняя команда в сегодняшнем видео. Сохранить полученную таблицу пока что с одной строкой в Excel-файл. К манерам лица применяю функцию toExcel. Аргументом выступает название файла. Очень важно, что с расширением. Сейчас покажу, что получилось. Смотрю в ту же папу, где находится скрипт, потому что я не указывал какой-то иной путь для сохранения вот этот файл. Открываю его. Вот, пожалуйста. Форматирование отсутствует, кроме наличия границ и полужирного шрифта столбца с наименованиями строк и строки с названиями столбцов. Но это можно вручную поправить. И, наконец, покажу собранный воедино код для выгрузки и записи. Чтобы проверить, что он действительно работоспособен, я очищаю свой скрипт. Restart and clear output. То есть все содержимое скрипта, а точнее результатов его работы, обнуляется. И если вы планируете проверять работоспособность собранного итогового чанка, рекомендую предварительно очищать output, обнулять работу скрипта. И запускаю только этот чанк. Таблица отрисовалась и сохранилась. Итоговый чанк успешно отработал. Остальные характеристики конкурса и реакции фрилансеров на конкурс со страницы конкурса выгружу и оформлю в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok